Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Хочу подвести итоги за апрель, что я именно раскрасила. И, к сожалению, у меня получилось не так много иллюстрации в других раскрасках, потому что я, наконец-таки, закончила четвертый том. Единственное, он у меня полностью завершен, но все картинки, вот полностью пролистывание раскраски, я вам покажу уже в конце видео. Если вам интересно, что у меня получилось, оставайтесь со мной. Сначала вам покажу две вот эти неномерные раскраски, а потом уже буду показывать именно номера. Итак, Ханна Карлосон, полуночный маскарад. Здесь она у меня была на раскрашивание сладостей, вот эта раскраска. И здесь у меня вот такая вот картинка получилась. Если кто смотрел видео со сладостями, то уже помнит эту иллюстрацию. Вот, я не так много снимала в этом месяце видео, поэтому думаю, что должны вспомнить. Следующая раскраска это Джанны Бесфорд. Фантастические миры. Здесь у меня раскрашена одна страница вот таких вот тоже сладостей, потому что это тоже было у меня на видео со сладостями. Здесь у меня, насколько помню, карандаши Фаберкастл Полихромос, а здесь уже у меня уже карандаши Артекса. Вот, так что такие вот прикольные тортики у меня получились. Не буду долго останавливаться, потому что тут, в принципе, нечего больше особо такого говорить. Продолжаю я раскрашивать в пиксельной раскраске. Здесь у меня раскрашена обложка, но мне, к сожалению, не очень понравилась цветовая палитра. Вот, если бы я знала, что будет получаться вот именно вот этот вот пёсик с обложки, я бы цвета, конечно же, поменяла. Вот, так получается у меня не светлый лабрадор, да, а какой-то более шоколадный получился, хотя вот оттенки всё равно есть какие-то палевого цвета. Вот, с детства, конечно, хотела я собаку именно лабрадора, либо золотистого ретривера, но, к сожалению, так у меня и не забылась моя мечта, но хотя бы вот в пикселях у меня вот такой вот теперь будет. Вот, раскрашиваю здесь раскраску эту картинку этими аквабрашками, которые, ну, вот обычные с хисточкой фломастера. Вот, так что очень классная раскраска, буду дальше её продвигать. Следующая раскраска единственная от Creative Heaven Around the World. Вот, здесь у меня раскрашена одна иллюстрация, так, вот так вот она выглядит, раскрашивала я здесь тоже аквабрашиками, которые акварельные маркеры. Не знаю, как их правильно называть, акварельные маркеры или аквабраша, не знаю, может быть и так, и так правильно. Ну, если по-простому, то акварельными маркерами с хисточками раскрашивала. Вот, очень яркая такая картинка, но хочу сказать, что очень долго я её красила, хотя я сначала подумала, что быстренько раскрашу и всё, но... В общем, эта иллюстрация мне далась очень тяжело. Единственная раскраска также от Arcturus. Здесь у меня тоже на сладости картинка. Вот такая вот. Также раскрашивала фломастерами кисточками, либо аквабрашками. Ну, в общем, именно такими раскрашивала здесь фломастерами. Далее пойдут у меня раскраски от Ashet. И здесь у меня раскрашена вот данная такая иллюстрация, тоже по сладостям. Здесь у меня такой вот ананасовый сок. Вот, раскрашивала фломастерами. Я уже не помню, какие, но тут вроде бы у меня и с кисточками, и какие-то ещё я использовала. Принцессы. Здесь мы раскрашиваем вместе с девочками из чата. Здесь раскрашена, во-первых, вот такая вот у меня Ариэль. Это как раз вот на совместное раскрашивание. Вот. Здесь я крашу акриловыми маркерами. И ещё одна у меня есть картинка. Раскрашивала я здесь вместе с Алиной. Канал Лина Сио Колоринг. Вот такая вот у меня здесь Муана получилась. Вроде бы Муана её зовут. Вот, я просто мультик не смотрела. Потом как-нибудь обязательно посмотрю. Тоже у меня здесь акриловые маркеры. Вот. Не помещается, к сожалению. В целом смотрится неплохо. Далее, раскраска Симбы. Здесь мы раскрашиваем вместе с Аней. Канал Анна Хобби Колоринг. И здесь у меня две картинки. Первая это вот такая вот. Короче, я раскрашивала акриловыми маркерами. И также из этого же мультика вот такие вот гиены. В общем, здесь я раскрашивала не только акриловыми маркерами, но и ещё ручками, которые вот эти вот всеми известные. Здесь у меня полностью гиены выполнены этими ручками. Вот. Носы уже не имя. Но, в общем, очень-очень долго я окрасила. Это просто очень-очень муторно, но результатом я довольна. Очень классно себя тут ручки повели. Прям вообще здорово. Раскраска Фантастика. Здесь у меня две картинки. Так. И... Которые ближе. Это вот эта картинка. Здесь у меня тоже ручки, которые вот... Ну, цвета маранди. Вот. И здесь у меня акриловые маркеры. Вот. То есть тут ничего фломастерами нету, потому что стараюсь красить везде акриловыми маркерами в Ашетт. В раскрасках. Результат мне очень понравился, как получилось. Так. И... Последняя вроде бы картинка. Да, последняя. На раскрашивание сладостей. Вот такой вот у меня этот монстрик. Как будто бы он меня съел не что-то такое плохое, а там какую-нибудь жвачку Бу-Бульгум типа того. Ну вот. Поэтому я его отнесла к этому раскрашиванию. Наконец-таки затронула 10 том. У меня было условие не раскрашивать в этом... В этой раскраске до тех пор, пока я не закончу. А 4 том... И вот я его закончила. И имела возможность взять как раз пораскрашивать. В этой раскраске просила Диану выбрать мне картинку. И она назвала мне число. Она получилась 25-е. 25 и 25-е. Такая вот страничка. Конечно, цвета не такие, какие должны быть на картинке, потому что у меня оказывается не так много оранжевого цвета. Из акриловых маркеров. Но получилась такая, в принципе, яркая, интересная иллюстрация. Ну, теперь давайте вам покажу, с чем я в последнее время долго-долго уже мучилась. Я, наверное, это слово могу сказать вам, потому что уже очень было тяжело заканчивать, потому что хочется пораскрашивать еще другие раскраски. Но так как я в этом месяце 19 картинок в этой раскраске сделала, я уже под конец очень-очень устала. Вот, но у меня эта раскраска, в общем, появилась с 2020 года, что ли. И тут у меня совершенно разные сначала материалы будут идти. Вот, и здесь у меня фломастеры, а вот тут у меня уже акриловые маркеры. То есть сначала я эту раскраску раскрашивала просто рандомно. Вот, это карандашами, карандашами, карандаши неони. Вот, но у меня потом от них рука стала болеть, и я сказала, что больше не буду раскрашивать этими карандашами. Вот, это уже акриловыми маркерами, фломастерами. Вот, не буду долго я вот так вот прям останавливаться. Я думаю, видно, где фломастерами я раскрашивала, а где акриловыми маркерами. Вот, то есть там, где меньше всего полосит, это акриловые маркеры. Ну, или вот карандаши, как в данном случае. Где-то совмещала и фломастеры, и акриловые маркеры. Потому что где-то есть определенные цвета, где-то их нету. Не знаю, что мне про это говорить, просто то, что я наконец-то освободилась от этой раскраски. Я очень давно уже хотела ее закончить, но никак не получалось, никак не было возможности, и вот, наконец-таки, это свершилось. Я ее, наконец-таки, закончила. Если кому-то хочется что-то там рассмотреть, то, естественно, ставьте на паузу. Вот, но я не думаю, что это настолько прям интересно. Просто интересно смотреть, как в итоге получаются иллюстрации в готовом виде. Вот, а так, в принципе, тут ничего такого шедеврального нету. Следующая моя раскраска на заканчивание остается цветы от Ашет. И я не куплю новые цветы до тех пор, пока не закончу ту с цветами. Вот, это тоже мое условие самой себе. Так что я раскраски не просто покупаю, но еще их продвигаю и заканчиваю. От чего я испытываю моральное удовольствие, так сказать, удовлетворение. Я не знаю, просто так покупать раскраски мне тяжеловато. Во-первых, это финансово затратно, и, во-вторых, куда их складывать? У меня нет столько места. Вот, поэтому законченные раскраски я просто кладу в другой шкаф. Вот, и далее продвигаю, продвигаю. А вот это, кстати, уже пошли страницы. Ну да, в общем, уже пошли страницы, где я уже вот в этом месте именно раскрашивала. На последнем издыхании, так сказать. Вот, все. Раскрасила. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам немножко было интересно. Возможно, я кого-то тоже замотивировала закончить раскраску с Диснеем. Вот, я вам желаю удачи в этом. Надеюсь, у вас тоже получится, как у меня. Вот, и тоже будет интересно посмотреть у вас видео, как у вас получилось. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok